спасибо да всем привет меня зовут лёша или алекс здесь на стриме как вам удобно я работаю в геймдеве уже наверное пять лет да я думаю что около того начинал с фриланса сейчас я арт-директор в маленькой финской компании щупер games мы делаем богомерзкий free-to-play и мобилки помимо этого я еще работал несколько лет и сейчас продолжаю иногда по фрилансу работать с компанией spiderling studios которая делает игру беседж это такая песочница физическая может быть вы встречали на просторах стима относительно с хорошим крупным комьюнити и с таким очень интересным стилем вот мой портфель вот кстати моё радостное лицо от геймдева поэтому кто стремится в геймдев прошу сделать выводы волосы выпадают вес набирается вот это все поэтому может быть может быть и не стоит поэтому да как по портфелю видно я в основном делаю казуалки я очень люблю яркую сочную графику я очень люблю hand paint но мне за него редко платят к сожалению но хотелось бы когда-нибудь этим заняться для беседжа для вот этой игрушки на писи я занимался также level дизайном ну то есть я целиком собирал уровни для этой игры включая все модели и множественные настройки в unity а сейчас делаю в блендере вот такую всякую казуальную графику вот это я можно можно не возражаешь что они не святые руки смотри ты в можно ты да да конечно конечно ты в блендере делаешь основном свою всю графику можешь рассказать подробнее ты именно используешь ноды или еще что-то либо же ты просто делаешь модель а потом с помощью substance ноды мне пригождаются крайне редко иногда я их использую чтобы какой-то получить рендер например вот сейчас покажу например вот по работе я третьего дня делал сплэш-скрин для игры сплэш-скрин это кто не знает как картинка которая показывается когда ты загружаешь игру то есть типа приветственный экран вот когда мне нужно какой-нибудь такой вот рендер выжать да я чуть-чуть могу там здесь туман добавить там тут прозрачности тут свечения ну то есть что-то такое очень базовое но из-за того что я в основном работаю над казуальными мобилками pipeline такой простой и модели такие простые что ничего более сложного они собственно говоря и не требуют когда я делаю по фрилансу или когда я делал раньше что-то вот для беседжи например то есть какие то вот модели там на уровень туда я делаю базовую модельку лоу польку в блендере и сходу ее текстурю то есть я практически в своей карьере не работал с хай поле запечка и потом уже покраска в substance я знаю как это делать у меня был некоторый опыт на конкурсы там для себя я что-то делал но в большинстве своем я вот так работал то есть лоу польку я сразу знаю как я ее буду красить в голове то есть я рисую хай поле здесь вот например на этом сундуке сейчас бы я наверно может быть сделал какой-то простенький скульпт и запек его но тогда я решил что просто дает я сделаю лоу польку я сразу в голове держал как я буду красить и и красил прям поверх лоу польки и все так что хай поле тут нету вот можно даже посмотреть наверное да да собственно нету вот как и можно если она есть вот то есть это был просто 1 лоу полька и стилизованно раскраска да и все и кисточкой и кисточкой то есть вот эти всякие трещинки просто все это я делал кисточкой поэтому сегодня в частности буду говорить про естественно то в чем я считаю я чуть-чуть разбираюсь в чем я чуть-чуть привык то есть это казуальная графика если вы метите делать модельки для call of duty это не ко мне я к сожалению на эти вопросы отвечать не смогу казуалки или просто стилизованная графика естественно то есть я не знаю есть какие-то игры например там как достать соседа да или animal crossing от nintendo или еще много-много-много их таких других а или например вот недавние дров до мне очень понравилось то есть это не казуальная игра в прямом понимании этого слова но графика в них в общем и целом достаточно казуальная и выглядит очень очень приятно то есть естественно казуальная графика не означает казуальный геймплей графика с геймплеем не всегда едины в этом плане вот мне очень сильно понравился тот момент то что ты используешь именно сразу лоу-польку и не тратишь времени на хайпольку но вопросик такой это с опытом у тебя пришло то где нужно там сделать складочки это вот это вот все трещинки на лоу-польке или же ты просто сначала делаешь лоу-польку плюс минус кубы там потом а я вижу здесь будут щели и так далее или как это у тебя происходит хороший вопрос да наверное конечно отчасти это приходит с опытом что когда еще на этапе лоу-польки у кого-то микрофон чуть-чуть шумит фоном когда еще на этапе лоу-польки ты понимаешь где что тебе пригодится что сразу погнуть поломать сдвинуть и какие-то такие прочие момент надо надо потренироваться надо попробовать я привык работать очень быстро то есть у меня на работе нету вообще времени на рассусоливание у меня нету времени к сожалению там пять дней искать референсы 10 дней скульптить и потом все это печь и ретопать у меня просто никогда вот за прошлые многие годы не было на это времени может быть потому что у меня почти всегда две работы параллельно к сожалению может я конечно сумасшедший в этом плане но я привык работать очень быстро поэтому техники для этого достаточно ограничены я работаю сейчас в стартапе стартап почти все стартапы тех технологические геймдивные неважно они руководствуются есть у них такой девиз get shit done просто делать быстро эффективно много пробовать разного много экспериментировать выкидывать в помойку делать заново и с таким подходом просто нет времени на постоянные возвращения к референсом к лоу-полькам переделки то есть просто быстро-быстро-быстро выдаешь контент так то такие особенности работы понятно спасибо за то что ответили ответил насчет блендеры и так далее многие говорят что лучше изучать мою макс что она более востребована на рынке не могли бы не мог бы ты ответить на вопросик насколько блендер сейчас актуален для изучения для работы в 3d официальной и неофициальной работе я не то что не сторонник вообще обсуждения какой софт лучше какой хуже я их ярый противник и когда например на сервере были эти бесконечные срачи по поводу того что это лучше то хуже и были отдельные личности которые меня лично меня это бесконечно раздражает я я не понимаю какое-то имеет значение надо делать красиво то есть мы делаем на любой работе будет эта текстура будь эта модель будь эта анимация будь это vfx нужно сделать красивую картинку это твоя работа все больше больше не никого ничего не интересует если вопрос звучит что мне начать учить ответ всегда не важно это не имеет никакого значения пока вы учитесь вы не знаете что вам нравится что не нравится что вы хотите делать что вы не хотите делать чаще всего в процессе обучения вы только начнете понимать вообще что интересно что нет кто чем занимается и за что платят какие деньги если вопрос я хочу в конкретную в студию x делать проект вай тогда да вы смотрите что они используют что у них написано в вакансии и мучить и в ту сторону а если вы просто начинаете учить 3d эффекты анимацию неважно вы можете пользоваться чем угодно главное набить руку набить глаз насмотреться понять что отличает хорошую картинку от плохой и просто двигаться дальше то есть если вопрос что мне начать учить бери самое простое самое бесплатное скорее всего это будет правильный ответ под бесплатным я не имею ввиду блендер если есть на торрентах хорошая стабильная сборка чего угодно бери и делай то есть это это правда это не имеет никакого значения в чем мне лучше начать скульптить мне кажется люди тратят месяцы на метание между а его и я не знаю начать мне скульптить в блендере или начать не скульптить zbrush это просто начни все остальное подтянется со временем то есть к нам люди когда приходят в студию например моя коллега которая пришла к нам в студию вторым художником она работала в мае у нее переезд на блендер занял неделю она через неделю работала в блендере и сейчас уже три года успешно нет наверно два сейчас два года успешно работает в блендере то есть она просто нашла знакомые ей функции которые ей требовались чтобы выполнять ее работу в незнакомом интерфейсе все то есть неважно учите что хотите если вы идете в команду где уже устаканившийся пайплайн и арт-директор вам говорит что вам нужен zbrush естественно просто будете использовать zbrush но навык движения кисточкой он никуда не денется навык понимания красивого он никуда не денется естественно мы предпочитаем чтобы мы все работали в одном софте мне удобнее открывать чужой точка blend чем импортировать fbx но глобальной разницы это не сделает если есть очень хороший человек с очень прямыми руками но он работает в другом софте это вообще никого не остановит поэтому да чтобы ну то есть выбирайте что вам нравится нашли хороший тутер и хотите попробовать какую-то программу не дайте никому вас остановить тем что ой это не стандарт индустрии ой это там не такая мощная программа вы будете использовать 10 процентов от ее мощностей скорее всего я использую blender на 10 процентов его его возможности я уверен то же самое с майкой из гудини и с автодесками и со всем остальным вы будете использовать маленькую фракцию от того что может выдать софт просто потому что вам больше будет не нужно наверняка есть люди которые используют на 100 я ни один из них и таких не видел не встречал может быть они в природе где-то существуют поэтому да я считаю что можно пользоваться любым софтом а у меня вот такой вопрос а точнее даже не вопрос а не знаю как это назвать а есть такие люди которые blender используют вообще для всего для скульптинга для запечки там для текстуринга как вот им донести вот такой вот момент что как бы каком-то случае лучше использовать специализированный софт типа того же собственно для текстуринга или изи браша для хай поле не знаю и нужно ли это делать и вот и стоит ли вообще это делать я не я не знаю я текстурил в чем только не текстурил например то есть модель я всегда в блендере я когда-то давно давно в институте модель в 3d max и я даже ну то есть это было при царе горохи и 3d max был другой я был другой я уже даже не помню что там вообще было а то есть а вот например по текстурингу я текстурил в блендере я текстурил в фотошопе я текстурил в 3d коуте и сейчас я остановился на substance и никак я уверен что когда я текстурил фотошопе просто если бы мимо крокодил какой сказал ты чё дурак ты чё с ума сошел фотошопе текстур каждый раз сохранять текстуру обновлять файл нельзя крутить рисуешь на плоскости смотришь в 3d еще сумасшедший открой вот программу x и жизнь заиграет новыми красками я бы этого было недостаточно мне бы этого не хватило мотивации чтобы попробовать что-то новое и понять что она лучше просто приходят постепенно к этому люди и пробуют другие программы и начинают делать какие-то выводы до substance безусловно конечно лучше чем фотошопе текстуре это это само собой но то что я уже проговорил тот опыт который мне при принесли например два года текстуре текстур в фотошопе наверное он тоже чем-то полезен наверное тоже зачем-то нужен и я научился владеть кисточкой понял как работают свои режимы наложения и бла-бла-бла поэтому я считаю что ничего никому не надо объяснять ок так что перейдем плавно к казуальной графике или еще давайте еще один вопрос можно ты говорил то что ты уже в индустрии пять лет тут вот много новичков и у всех ванильной мечты до хоть где-нибудь до получать деньги от 3d жки и до того как войти в эту индустрию сколько сколько ты у тебя времени прошло на обучение и тому подобное я учился на графического дизайнера этот человек который верстает визитки и рисует баннеры богомерзкие на дорогу что шины с 50 процентной скидкой теперь продаются и я работал в банке и там была очень строгая система защиты на компьютерах потому что компьютеры подключены подключены к внутренней банковской интернет-системе естественно ничего не знала не устанавливать бюджетов никаких не было мне очень остро захотелось попробовать 3d для рекламы для рендеров и я нашел портативную сборку blender blender не обязательно устанавливать у него есть портативная сборка то есть ты можешь его не устанавливать можешь его скачать и запускать екзишник из загрузок я начал его учить и я делал рекламу в то есть какие-то рендеры там просто что-то чтобы что-то визуализировать для рекламы я думаю что я этим занимался наверное в течение года а потом я нашел вакансию в родном городе на фриланс как художник для игр это было так много лет назад я уже даже не помню толком что я там делал и то есть я там чуть-чуть по делу потом начали появляться какие-то заказы по фриланс то есть например вот эту планетку который сделал миллион лет назад это была одна из первых моих успешных 3d моделей вот я ее выложил 3 апреля 14 года очень давно я и сделал на визитку вот эта моделька она должна была быть с обратной стороны визинки визитки это какой-то был центр детского творчества планета детства что такое я решил сделать вот эту казуальную модельку мне за нее заплатили 500 рублей вот зовут эту ой вру не заплатили со мной заказчик поругался заказчица сказал что за такое говнище 500 рублей это очень дорого и заплатила мне 250 она в половину меня обманул до 250 рублей потом я эту же модельку через много-много лет и серию таких моделек продал за много-много тысяч долларов microsoft у иксбоксу я вот этих планеток наверите уже я не знаю сколько очень много то есть делайте то что вам нравится я вот это дело естественно не за 250 рублей потому что вот это класс 250 рублей заработаю я просто хотел это делать не это нравилось мне нравилось эта картинка мне нравилась эта стилистика и в этом далеком году она еще наверное это стилистика не из каждого утюга была не такая заезженная поэтому может быть мне получилось чуть-чуть выделиться потом я сделал там еще одну еще одну и как-то она все пошло и потихонечку начали приходить заказы но я думаю что два-три года это все ты работаешь портфолио да только в портфолио я не знаю может быть есть то есть это мой персональный опыт у всех людей персональный опыт разный но я думаю что пару-тройку лет работа чисто в портфолио это норма за дешево за бесплатно надо найти что тебе нравится от чего прям вот колбаситка хочется делать тогда тогда все будет как надо вот это и дело вообще просто так я сидел на работе в банке и просто вот фигачил и и модели потому что они мне так нравились это тоже какой-то тот же год наверное почти 10 лет назад получается ну да да то есть я просто кайфовал от стилистики и вот фигачил 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 и выкладывал это на behance и потом ко мне пришли praxia entertainment вот эти ребята и они купили все и заказали еще очень много моделек в этой же стилитик сейчас я на них смотрю мне не очень нравится это все сделано плохо можно сделать в тысячу раз лучше но это было очень давно вот поэтому надо найти что нравится и делать и скорее всего это займет год-два-три что вы просто будете делать то что вам нравится алекс смотри такой вопрос насколько важно уметь то есть как по твоему мнению важно уметь всего понемногу или достичь мастерства в какой-то конкретной конкретном направлении да это это хороший вопрос я вот из первых я универсальный солдат я ничего не знаю досконально я знаю всего и понемногу то есть я знаю немного текстуринга я знаю немного моделинга а я знаю много ним немного эффектов немного 2 до нет то есть у меня очень широкий спектр навыков и умений поэтому я работаю в маленьких командах то есть у нас сейчас команда например 7 человек если мне не изменяет память и мы привлекаем иногда фрилансеров и я делаю все что угодно то есть я сегодня делаю интерфейс завтра я причем думаю причем я интерфейс не смысле сделай нам вот эту кнопочку смысле я прям продумываю как он будет выглядеть как он будет работать завтра я делаю анимацию для проекта послезавтра я делаю сплэш скрин в 2d а через день я делаю еще какие-то модельки этом это моё как это утоп уникальное торговое предложение это то что я могу предложить заказчику то что если у человека есть проблема а то есть заказчики они все люди с проблемами нужно что-то сделать если вы можете приложить предложить то что я все решу я разберусь я знаю это это продается есть ребята которые лучшие из лучших в одном эти ребята работают в больших студиях то есть вот например буквально мы собеседовали человека на той неделе он уходит из rovio entertainment это которые делают angry birds тоже финская компания и он говорит что я устал работать в большой компании потому что там тебе не дают экспериментировать там у тебя есть твоя четко обозначенная роль и если ты вдруг хочешь попробовать что-то другое в такой большой компании всегда будет другой человек который досконально в этом разбирается знает лучше тебя и сделает быстрее тебя тебе там просто не дают ничем другим заниматься ты делаешь свое узконаправленное это тоже тоже работает есть ребята которые только скульптят да где-нибудь на больших серьезных проектах только текстурят или делают шикарные анимации для ноти док да вот в случае с казуалками это не так большинстве своем мы все универсальные солдаты которые делают максимально широкий спектр всего мыслимого и немыслимого спасибо за ответ я бы хотел дополнить в маленьких командах но у нас 10 человек все бывает что нож и специалист достаточно узкий я в основном по скриптам то есть модели понятно проверяю все что должно уйти в движок но основное за что меня взяли и за что скажем так немножко повыше зарплата это то что я знаю скрипты я могу зарыться в самую глубину и решить какую техническую проблему которая на стыке именно моделинга анимации и движка да я думаю что такое конечно тоже тоже бывает просто чем меньше команда тем каждый человек ответственен за больше то есть как бы простая арифметика если стук просто нету других людей которые бы этим занялись поэтому ну да у нас вот я в основном работаю в маленьких командах где один-два художника максимум то есть вот с англичанами с со спайдерлинг я работаю я там один и всегда был один а здесь иногда кто-то есть команде иногда нету иногда есть фрилансеры иногда нету то есть такой плавающий немножко плавающее состояние понятненько то есть сейчас немножечко откачусь назад получается такой момент что ты говорил насчет ты работаешь на портфолио да и то что заметили работы и так далее сколько ты в общем сделал моделей одного типажа одного стиля видно что ты работаешь в одной стилистике но все же прежде чем тебя заметили так сказать или чем получилось ну приблизительно сложно сказать я я сейчас не уверен потому что я естественно какие-то старые совсем ужасные вещи из портфолио true не знаю я не я не думаю что у кого-то будет ответ что надо сделать x количество моделей наверняка это все очень уникально для разных случаев для разных стилистик я я я за затруднись просто то есть просто какое-то время вот делал а потом просто начали писать заказчики почти у всех моих коллег похожая история крайне редко кто-то как бы просто из ниоткуда находил работу или из ниоткуда находил фриланс сначала надо найти что тебе нравится и начинали забивать этим портфолио а люди подтянут людей страшно не хватает слушайте везде людей не хватает катастроф то есть найти хорошего работника это невероятно сложная задача для всех компаний в которых я работал люди с неба не валятся совершенно поэтому как только вы начнете делать что-то красивое и кидайте это в интернет и вы обязательно найдете работу я в этом не сомневаюсь просто я очень сильно поражала такая вещь я сам из беларуси пытался найти в странах снг плюс-минус либо на удаленке либо у себя в стране большей части меня вот тут в россии говорили что да опыт работы плюс-минус и подтянем здесь подтянем здесь поможем но у нас не на удаленке в офисе такой блин ехать в россию такое себе смотрю в беларуси джуниор требуется опыт работы такой спрашиваю здравствуйте такой такой то нет опыта работы пишу они мне отвечают мало у тебя нет опыта работы мы ждем других пока это очень так странный момент был для меня потому что вот я собственно про это и говорю что я не слышал чтобы у у кого-то это вот так получилось я никогда не работал давайте я поработаю с вами я не я бы побоялся человека совершенно без опыта работы брать просто потому что есть свои особенности в настоящей работе это не только сделать красивую модельку то есть софтовые скиллы никуда не девать софтовыми скилами кто не в курсе называют то есть навыки коммуникации взаимодействия с командой ответственности и соответствует дедлайном и т.д. и т.п. то есть начать надо с чего-то малого с какого-то фриланса какие-то заказики мы правда я не знаю сейчас стоит в это углубляться или нет потому что планировали что отдельно про все это поговорим но да я я не видел такого чтобы человек просто из ниоткуда получал работу в студии даже если что-то уже сделано в портфолио нужны запущенные проекты или какой-то какой-то опыт для кого-то работы хочешь хоть что-то то есть даже если тестовое задание будет очень хорошим все все под вопросом если человек нигде и никогда не работал потому что вот опять же я много вижу что люди сердятся на тестовые и что им не отвечают то еще что то если вы уже на этом этапе раздражены геймделом дальше будет хуже в геймделе по-разному бывает это это не самая простая индустрия которой ни у кого нету правильных ответов как надо делать вещи вот ни у кого потому что есть какие-то мастодонты до типа blizzard которые делают невероятную вещь а потом хоп и обсираются на следующем проекте то есть ни у кого нету рецептов счастья постоянно все меняется приходится все выкидывает то есть вот это вот например проект проект на гоу сити мы туда сделали я не знаю сколько моделей очень много но выкинули в пять раз больше то есть вот здесь сотни 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 моделей выкинули в пять раз больше то есть ты просто делаешь в помойку вещи которые улетают регулярно это в нашей маленькой команде стартапе если вы работаете где-то в суперселе например это вообще это тушите свет вы можете там проработать в восемь лет и никто не увидит плодов вашей деятельности просто потому что они мастера в убийстве проектов они не выпускают проект если он не идеален вот в прямом смысле они тут 3 дня выпустили новую игру и они ее выпустили в soft launch soft launch это когда игра запускается тихонько в какой-нибудь отдельно взятой стороне они выпустили под другим под другой компании они не хотели афишировать что это вообще суперсел потому что они знали что тут же набегут журналисты блогеры которые будут снимать видео в youtube она недостаточно отполирован так вот они над ней работали 6 лет казуальная мобилка 6 лет в продакшене и то есть я знаю многих художников и других спецов из суперсела которые просто никогда ничего не выпустили они всю жизнь там рисуют получают хорошие деньги но не выпустили ничего и это все стрессово это все жестко если я говорю на этапе уже тестовых вас все это подбешивает вот это непонятность гейм-дева то может быть стоит посмотреть куда-то в другую сторону хотя по части где и суть а в 2007 году я работал в компьютерной это достаточно стрессово это постоянно с людьми и железом плюс подрабатывал вечерами мальчиком по вызову ремонтировал компы на дыму тот же момент примерно два месяца как начало появляться 3d направление в софтовой фирме чисто софтовая разработка по на заказ она появилась появился первый заказ выяснилось что людей очень не хватает и в личном порядке паренек из двух человек которые непосредственно делали этот микро стартап внутри компании позвал меня со своей зарплаты начал оплачивать через месяц он понял что что-то дороговато это выходит и соответственно потащил меня в офис так вот она бывает если у вас есть знакомые которые не знают то вы занимаетесь 3d ну расскажите им об этом покажите спросите классно она или нет то что вы уже сделали для себя для души да я вот что-то понадобится я солидая я всем и всегда рекомендую чтобы вы не делали кидайте это в интернет интернет разберется сам то есть это очень полезный навык и полезная привычка выкладывать все если вы ждете какого-то гипотетического уровня когда вы станете хороши и тогда начнете выкладывать он никогда не наступит я неделю через неделю начинаю стрессовать и переживать какой какую же дрянь я рисую то есть вы все скорее всего всю жизнь будете находиться в состоянии что я недостаточно хорош всегда есть азиат который в 10 раз лучше вас это тоже типичная ситуация индустрии то есть если вы ждете какого-то уровня чтобы начать выкладывать не ждите выкладывайте сразу как только вам напишут первые 10 людей что какая-то шняга что ты понарисовал это полезно это делает кожу толще вы становитесь менее восприимчивы к негативному фидбэку потом когда вам в первый день на работе начальник скажет это никуда не годится вы не расплачетесь и не убежите из офиса в слезах потому что это стресс и как же так на ваше искусство наехали грейдером надо то есть просто кидайте в интернет помимо того что можно найти заказчиков вы привыкаете к фидбэку к негативному позитивным вы смотрите что работает что не работает то есть опять же я вот начал глубже копать в лоу поле когда я получил очень хороший отклик на лоу польные модели то есть когда посыпались репосты лайки и бла 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 во первых это конечно эндорфинчики всем всем рекомендую лайки репосты это приятно люди конечно разные мне приятно мне нравится мне нравится когда мне пишу вау это круто мне мне это повышает самооценку я чувствую себя приятно когда мне пишет я сделал хорошие вещи и вы можете понимать а что хорошо что что не очень что получилось а что не получилось что это за площадка на которой у тебя портфель потому что это бихан это биханс это адобовская подка вот она от адоба у площадок площадок несколько то есть есть биханс есть арт-стейшн сейчас покажу то есть вот он я здесь арт-стейшн считается чуть более профессиональным станцию давайте скину станцию куда я не знаю только чат для голосовой скину станцию а или это я не туда ну неважно пусть будет туда у тебя типа везде я буквально везде и прилетает прям отовсюду а по-разному сейчас давайте я тогда чуть-чуть в двух словах поговорю о площадках то есть в основном все же ведут один арт-стейшн если вести сразу я не совсем понимаю зачем вести один арт-стейшн потому что если вы потратили время и сделали картинку да для портфолио так киньте и везде с вас не будет как бы вообще ну не сложно то есть я практически все кроме инстаграма люблю инстаграм мне не понравился там был в принципе хороший отклик а я очень достаточно быстро вот за всего там 58 публикаций набрал полторы тысячи подписчиков я в принципе остался доволен но instagram это для совсем мимо крокодилов это вот только если вы хотите эндорфину получить остальные площадки они больше вы можете что-то с этого выходит то есть для меня почти все заказчики пришли с беканса беханс гораздо более казуальная площадка если люди ищут казуальную графику скорее всего они будут ее искать на бехансе отклик у аудитории на казуальную графику здесь лучше проекты принимают проще арт-стейшн вы наверное сами знаете самые сейчас я сразу модификации выключу а или нибудь ну неважно арт-стейшн вы сами знаете то есть просто зайдите в топ-оп-стейшн вы сразу поймете что здесь котируется здесь котируется серьезные модели то есть это круто но это вообще не моя чашка чаю совершенно но это скорее всего соберет очень много лайков фидбэка и и заказчиков внимание заказчиков то привлечет то есть иногда что-то здесь наверное прорывается где-то прям казуальная казуальная но в меньшей степени то есть вот по моему мнению вот это очень круто вот прям просто пупушить пушечный проект мне очень нравится графика стилизация все круто скорее всего он очень мало внимания к себе привлечет просто из-за особенностей площадки dribble другая площадка она мне нравится она похожа на instagram здесь один shot то есть вы выкладываете одну картинку и она такая как вот в инстаграме лента а здесь больше упор на дизайн здесь больше упор на красивой анимации красивые гифки то есть вот например вот что-то вот такое немножко это похоже знаете на что то что в нфт сейчас выкладывают чтобы за криптовалюту продавать то есть вот такая одна стильная крутая картинка часто с дизайном с анимацией еще с чем это сложно описать словами но то есть есть особенности площадки если вы делаете казуальную графику я настоятельно рекомендую беханс беханс хорош беханс частности тоже помогает немножко продвигаться от встречи но кстати вот этого почему-то практически нету вы выкладываете проекты у них есть вот такие шильдики которые кураторы могут на ваш проект навесить вот например я получил за hero club про той которую мы делали здесь в шипер games игровой дизайн то есть если жмакнуть на игровой дизайн кураторы собрали разные разные проекты сюда положили многие люди заходят их посмотреть то есть здесь будет отобрано относительно качественный контент на который можно поглазеть и когда вы получаете такой шильдик ваша работа получает достаточно много внимания на арт-стейшине я даже не знаю есть такой нет только то что вот на главную страницу провалиться хочу ну в общем до арт-стейшин это не мое вот опять же можно смотреть естественно по вниманию то есть например вот например вот эта модель к нам не очень я делаю здесь на конкурс на класс 44 лайка это это вообще ничего то есть она прошла абсолютно незамеченно никому она осталась здесь не нужно а вот такие казуальные вещи на еще меньше 41 до в то же время на бехансе это заходит очень очень неплохо и вы выше в выдаче то есть это же все вы боретесь с бездушным алгоритмом когда человек зайдет вот сюда в поиск которому нужен художник и напишет здесь я не знаю стайла из фриди фриди например он напишет где вы будете в этой выдаче если у вас много вот здесь циферок то вы повыше будете меньше здесь будет циферок вы будете пониже и соответственно меньше шанс что вас заметят найдут и наймут поэтому да не могут показать пушку на бехансе на скетчфабе чтобы было построить в 3d я хочу узнать как ты именно сделал детали мне вот очень да 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 очень сильно интересно а я делал стрим он есть у меня на youtube канале где я достаточно подробно разжевываю классика люблю да я скину сейчас ссылочку тоже туда же в чат пожалуйста там есть очень подробное разжевывание работ я делал на конкурс она мне она мне понравилась мне было приятно над ней работать я доволен результатом но в принципе там все то же самое я сделал лоу польку и и покрасил прямо поверх и все никакого там ничего то есть ты не тратишь время на запечку у меня понимаешь чем я делал в общем баллисту я уже заклопался делать я делаю в реалистическом стиле потом решил сделать в стилизацию попробую стилизация это все-таки интересная тоже штука у меня получилось больше полигонов на стилизованную модельку на неважно это мой заскок переборщил с control d заброшь получается что у меня слетела все во время того как я пытался буквально просто это запечь и не просто слетела прога а майкрософтский этот аккаунт то есть у меня много чего полетело за этого я такой позже просто из-за того что я пытался запечь а ты берешь и убираешь эту проблему потому что она не помогает мне ничего решать то есть если бы у меня была другая задача я бы использовал конечно другой pipeline других задач у меня обычно не бывает то есть вот опять же для например беседжи я могу показать то есть там больше хэнд принта но он такой очень очень стилизованный очень особенный хэнд пейнт в котором тоже совершенно нету места для запечки для скульпта он очень не нравится картинка то есть я люблю картинку в беседж мне кажется она выглядит очень прикольно у нее есть свой шарм определенный но просто этому нет места возможно если бы у меня были другие рабочие задачи может быть я бы все это использовал но сейчас да брисич просто бесить имеет такие нотки темного фэнтези это очень интересно да я думал что используется кстати в беседжи этот хай полька его польк одновременно когда я ушел то есть там есть несколько островов так называемых и на них по штук 20 вот таких уровней может по 15 я уже не помню я ушел на волфросе сейчас да я ушел на волфросе то есть вот это вот все от да дело я целиком собирал уровни все модельки все 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 вот для этого делал я использовал вот такой pipeline то есть просто красил сходу лоу польку ребята потом которые пришли они пользовали на следующем острове я уже даже не помню как он называется вот этот пустынный вот здесь вот они делали хай польку я уверен то есть где-то на каких-то центровых аспектах и я не считаю что это было нужно и что это чему-нибудь помогло честно скажу то есть мне кажется что выпадает из стилистики когда меня снова позвали с ними поработать мы это обсуждали что она красиво мне нравится но и стилистики выпадает поэтому ну как бы просто пока не нужно пока не нужно да и зато я успеваю сделать много контента сейчас бы мне просто никто не не заплатил столько чтобы я сидел и скульптил а потом запекал а потом ритопал вот это все это было бы слишком слишком дорого за тот выхлоп который бы я смог сделать вот видно что-то много работаешь можно задать вопрос как ты борешься с прокрастинации вот это чувством когда не хочешь этим заниматься или у тебя нет такого нет есть есть меня первый раз накрыло вот наверное перед этим летом это было очень к вид к вид все засели дома и было все все странно и я вот взял большую вторую работу то есть когда ребята в чате могут говорить друг другу все хороших выходных я пошел пить пиво я садился за вторую работу это тяжко то есть я подвыгорел серьезно то есть лето было очень сложно сейчас я немножко я съездил в отпуск грифон как раз написал что надо бы стримчики провести сказал что я вернусь и проведем не сейчас полегчало немножко я думаю что с этим надо бороться делая то что прям прям нравится возвращаться к корням и искать то чего тебя прет и не заставляйся делать то что тебе не нравится делать то что тебе прям прям сильно нравится тогда тогда получится но выгорание это очень серьезная проблема в game 9 очень большая очень серьезная и это типичная ситуация к сожалению потому что довольно стрессовая работа довольно стресса все по-разному наверно с этим вправляться не знаю понятно большое спасибо за такую помощь на самом деле потому что я потихоньку и сам ну понимаю в чем смысл вот это вот как это сделать как как перебороть себя вот в этом плане но я думал правильно ли я это делаю то ли я делаю то что нужно это мне или не нужно вдруг есть какой-то другой способ по факту я занимаюсь тем же самым например я вот ну тоже самое баллиста делал в этом стилистике она похожа римская баллиста но похоже на эльфийскую неважно сейчас я просто сижу и делаю кубик d20 просто потому что я люблю d20 кубик он прикольный типа и делаю в разные стилистики именно он будет стилизованный а этот будет более реалистичный а этот не знаю потому что это весело потому что это интересно по факту спасибо да благодарю да все все конечно люди разные но мне кажется что это нормальный такой рецепт до заняться тем что нравится смысле может нравится что-то помимо 3d может надо чем-то прямо вот отвлечься и заняться как для меня было тяжело что когда работа на расстоянии клика да то есть ты всегда дома компьютер всегда рядом просто встать из-за компа для меня было очень тяжело я мог 12 часов в день работать это нездоровая херня и ни к чему хорошему это показала практика не приводит продуктивность падает креативность падает и я на каком-то этапе вот для текущего проекта сейчас вот мы делаем проект я понял что у меня настолько ухудшилось качество работы настолько я стал выдавать более посредственные результаты что все это цвет сказывается поэтому до перерабатывать это опасно и вредно надо надо делать то что нравится и находить время на что-то другое это точно добавлю насчет к видла я намеренно увез стол и системник оба монитора сработаю для того чтобы у меня было отдельное рабочее место то есть я закончил рабочую задачу я выключил все я не подхожу да это это хороший навык но ну то есть когда дом и офис вмешиваются это это необычное состояние необычные ощущения и не сразу привыкаешь с этим мириться это я еще на фрилансе когда-то работал я из дома это работал какое-то время несколько лет назад и то меня это накрыло прям по полной программе но вот надо надо справляться надо бороться у меня всего лишь однушка маленькая но шелся угол куда его вместить и касательно вообще скажем так того что работа это 90 процентов скучного но надо вот 10 процентов только того что классно приятно интересно у нас всегда есть под библиотеку свободные задачи какой-то перерыв между проектами какие-то технические дела в которых я участвуют на те или и они могут взять ту задачу которая более интересная поля я обычно всякие рейдеры удоберы и тому подобную технику предпочитаю вопрос по зарплате она очень сильно разнится в зависимости от региона в котором у ну с которым сотрудничаешь которым работаешь если там вру сегменте работать даже на нормальной позиции все равно у тебя выйдет около двух тысяч баксов может быть трех если хороший но для европейской части как будто три тысячи это только старт и короче с каким регионом лучше сотрудничать чтобы было больше денег такой вопрос вопрос интересный но я думаю что все конечно очень очень по-разному в разных странах и в разных именно даже наверное регионах страны 3000 если до налогов может быть это старт но вообще 3000 нормальная зарплата у меня сейчас зарплата на основном месте работы 5000 в евро и ребята из англии мне платят 22 евро 24 евро час наверно 24 евро час там по часовая оплата то есть сколько я наработаю столько столько и заработаю поэтому не знаю я бы особо конечно опять же за этим не гнался потому что в любом случае если вы устроитесь войти отрасль и будете профессионально этим заниматься в европе или в штатах это в любом случае на жизнь хватает ну и я опять же не знаю может там у всех разная жизнь у кого-то черствый хлеб у кого-то мелкие бриллианты но да я думаю что даже если вы строитесь этого все равно хватает там понятно уже начинается жены дети вот это вот все ипотеки у всех разные запросы но зарплаты везде хорошую особенно ну вот у нас например я про финляндию могу очень низкий разброс зарплат вообще по стране очень низкий то есть я например когда начал работать в россии с англичанами и если мне сравнивать мою зарплату с но я не знаю с продавцом в пятерочке допустим у нас могла быть разница не знаю сколько раз в 40 раз 50 раз разница зарплат была бы я когда я начал зарабатывать тогда еще были английские фунты стерлингов у них обменный курс был 110 рублей к одному фунту то есть это прям очень серьезный был разбег здесь такого нету здесь мой начальник хозяин компании зарабатывает на полторы тысячи больше меня наверное то есть в принципе разлет по зарплатам гораздо гораздо меньше чем в россии бы он был между начальник компании обычным подчиненным поэтому в штатах наверное опять же этот разброс еще больше чем с этим сложно но я не уверен насчет вот этого да насчет штатов и европы насколько я слышал и насколько я знаю да там ценники намного больше именно за рабочую силу именно любую по факту так как там люди привыкли получать соответствующую зарплату у них свои условия труда и свои условия то есть по факту ну когда у нас люди могут спокойно в пятерочке так сказать работать им нормально некоторые все-таки в виде нас как художников 3d модельеров так далее неважно привыкли получать другие суммы но почему почему по факту привыкли получать такие суммы ну допустим там штука 2 для многих на самом деле в снг странах штука идея для многих это много в долг честно говоря и это по факту только для начинающих джуны получают 500 там от 500 долларов до тысячи полторы по моему так если ошибаюсь последний раз когда я чеков была такая информация когда в америке там и и так далее получают намного больше джуны джуны получают от штуки чем-то именно в месяц но там в месяц никто не смотрит там смотрят в год и по получается что у них другая система исчисления налогов и так далее то есть там у них по-другому все идет поэтому там другая система по факту идет у нас одна система у них другая и поэтому им легче получать одну сумму и они тратят ее потом по-другому у нас по-другому получается что у нас на другие налоги у нас другое условие по факту у них очень много трат ежедневных у нас за квартиру заплатил за это заплатил и все в двуски думаешь вот получается что для нас и их сумма этого как много для них это тоже так же как для нас типа блин хотим больше нам нужно больше да да то есть вот здесь у меня зарплата например считается очень средняя по рынку для эти специалистов но 40 ее процентов просто улетает на аренду квартиры буквально 40 процентов поэтому и это типичная ситуация тоже что 30 40 процентов дохода семьи уходит просто на жилье то есть я у меня сейчас например жилье обходится в 1400 евро в месяц это в рублях сколько если даже не значит на горе курс короче дофигища скорее всего рублях то получается давайте немножко эту тему будем закрывать да потому что под это как раз выделен отдельный стрим 4 так собственно я сначала думал что я может быть что-нибудь прямо сделаю на стриме но мы довольно долго просто болтали я сейчас не знаю как мы проведем по по стилизации и реализму вот я скину опять же я надеюсь что ссылочка еще не битая кто захочет зайдите пожалуйста хорошая очень статья я прочитал какое-то количество времени назад она очень доступна и правильно объясняет вообще что такое стилизованная казуальная как ее называют график а разница на самом деле очень простая с реализмом это количество деталей которые вы отсекаете когда делаете модель неважно анимацию все что угодно чтобы вы не делали то есть вот например возьмем мандаринку мы все знаем как она выглядит мы представляем какие у нее атрибуты что и нужно чтобы вы посмотрели на нее и как нейронная сеть сказали с 99 процентной вероятностью это мандаринка то что я сейчас вижу ваш мозг по сути точно также оперирует почему то есть почему вы понимаете что это мандаринка она круглая она оранжевая пупырчатая кожа сверху зелененькая штучка где раньше был стебель а вот ее дольки выглядят вот такое сечение от сферы и вот белые прожилки поэтому вы смотрите и понимаете что это мандаринка чтобы вам донести ту же самую мысль до другого зрителя когда вы воспроизводите этот объект в 3d вам нужно повторить ее архетип из чего она состоит вам нужно сделать и скорее всего круглой не кубиком нужно сделать и пупырышки нужно сделать маленькую зелененькую штучку может быть листики так далее и тому подобное если все различие в техниках между казуальной или реалистичной графика это насколько мелкие будут ваши детали реализм воспроизведет все от и до вплоть до микроизменений поверхности и то что она влажная это от нее вот так вот в пи биаре свет блестит если вы сделаете шаг в сторону например овервотча до или каких-то blizzard овских других может быть проектов вы скорее всего отсечете микроизменения поверх вы оставите то что она круглая то что она оранжевый что на ней есть более крупные пятнышки да вот как вот здесь вот примерно то есть все микроизменения поверхности мы отсекли если вы пойдете еще дальше вы уберете мелкие детали вы уберете пятнышки вы уберете вот эти вот морщинки и пимпочку сделаете просто круглой без микроизменений если вы пойдете еще дальше останется просто оранжевая сфера как например где-нибудь в roblox или еще в каком-нибудь таком ультра казуальном проекте и вот собственно все отличие казуальной графики от натуральной то есть сколько деталей вы отсечете вот например тоже например пенька очень все разумно разжеванного так будет выглядеть скорее всего реалистичный пенек и его реалистичная текстура где-то тоже здесь будет вот она то есть все микроизменения поверхности пор и мох вот это вот все шаг в сторону стилизации микро детали убрали шаг в большую стилизацию маленькие детали убрали шаг еще большую стилизацию остается только полосатый кружок вот кстати собственно говоря где-то он у меня тут есть сейчас я открою то есть у нас уже естественно ультра стилизация у нас очень-очень казуальная и мы оставляем только то что необходимо понять что это что это дерево то есть какие мы оставляем архетипы дерева что она круглая есть кора есть полоски и вот еще трещинка все больше больше ничего можно еще было бы упростить еще можно сделать один шаг в еще большую стилизацию вот кстати с мандаринкой тоже есть пример она круглая она оранжевая и вот есть полтора пятнышка здесь на поверхности все больше ничего нет то есть по сути до казуальная графика это отсечение микро и мелкие то ли иногда средних тоже и остаются только самые самые большие детали для воспроизведения объекта то есть вот как у нас например айтемы выглядят в игре их игрок видит вот такого расстояния далеко-далеко на карте и нам нужно скоммуницировать игроку что вот это не что иное как кусочек древесины березы вот с такого расстояния когда это 20 пикселей на экране буквально и чтобы решить такую задачу поэтому прибегают к стилизации потому что вот с такого расстояния и вот в таком размере микроизменения поверхности никого не интересуют они ничего не привнесут в проект кроме его удорожания и скорее всего даже считывать будет сложнее то что я говорю постоянно коллегам и фрилансерам с которыми я работаю проще еще проще удаляй упрощай еще проще еще казуальные то есть это бесконечное движение в сторону максимально простой коммуникации между вами как девелопером как художником и игроком который это увидит на экране нужно чтобы эта коммуникация упрощалась максимально нету времени раздумывать вот это тыква или не тыква что это я такое вижу у игрока с мобильным телефоном в руках у него нету на это ни желание невозможности не времени чаще всего нужно нужно делать просто вот это собственно чем мы занимаемся я пробовал на двух разных проектах на больших то есть один проект у меня был вот гусите здесь мы делали лоу поле под лоу поле я понимаю стилистику жестких граней скорее всего всем всем это уже понятно на этом этапе но тем не менее то есть в большинстве своем жесткие грани и естественно тоже максимальная стилизация то есть какой-то куст в игре может быть буквально кубиком то есть какая-то елочка в игре может быть буквально пирамиды усеченной то есть очень 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 просто а на втором проекте hero club прототайпы которые вот мы сейчас собственно делаем мы двинулись в сторону нинтендовской такой графики то есть все очень с зализанными краями мягкая округлая ну то есть две такие они похожи в чем-то стилистике в плане упрощение деталей упрощение визуала но техника естественно исполнение немножко разная вот собственно это то о чем я бы мог мог показать я не знаю насколько мы рассчитывали насколько этот стрим будет ну какой-нибудь план они останешься если устаешь что как хочешь там давайте тогда можно будет сделать то есть я неплохо поднаторил в принципе в них в обеих этих стилистиках то есть одна вот такая очень плавная округлая казуальная другая лоупольная резаный лоуполик я сделал конечно больше за свою карьеру но тем не менее в принципе я думал что может быть мы сделаем пропс то есть у меня вот есть какой-нибудь референс вот например хороших 2d референс приятный я думаю что мы просто выбранной стилистике сможем этот пропс начать делать во всяком случае не знаю закончим его не закончим может быть чересчур задача большая сейчас или на следующий стрим нет нет сейчас то есть сейчас то лучше мне кажется лучше выбирать так чтобы полностью закончить если что можно перенести эту тему на другой стрим может тогда просто да может туда в следующий раз встретиться мне кажется просто воскресный вечер что она вообще народу я с это с одним весьма 20 25 27 было максимум ну все я звезда присылайте донаты так давайте я думаю что не знаю давайте может быть запустим это вот сделаем давайте сделаем или потом да и я вот сейчас смайлик там какой-нибудь под этим под всем поставь блин я из-за своего стрима поставьте какой-нибудь смайли плюс и минус туда кто-нибудь есть у нас на секунду ваше преосвященство злой тех админ листом я я сейчас делаю лист сейчас или потом то есть я могу сейчас начать потом закончить или лучше просто в другой раз принципе не против другой раз то есть также вечерком соберемся и можно сделать голосовалку также сделать за стилистику а потом и я сделаю в нужной стилистик потому что может быть народу больше будет интересно как вот для нинтендо как вот например animal crossing да да если если перенесем тогда это сделать уже уже голосование пошли больше в сторону потом кстати можно сейчас еще одну поставить голосовалку какую стилистику стилистику потом обеспечим все ну тоже можно просто сейчас мы больше народу так все многие решили на потом 11 человек против семьи за сейчас так что если у кого да да хорошо если у кого остались любые вопросы которые алекс еще не ответил и которые связаны желательно со системой стрима да тема стрима именно лоу-поли графика для игр казуальный модель есть вопрос вот смотри существуют такие игры в которых ты видишь модель и вот с конкретного ракурса и у тебя нет в принципе возможности увидеть другого в качестве игрока нужно ли делать обратную сторону этой модели и если да то насколько ее нужно детализировать вот я делал прототип хороший вопрос сейчас я сушнил может даже найду сейчас секундочку где-то он у меня болтался сейчас я да я наверняка найду эксагон а так мы делали прототип глобальной с геолокационной стратегии это вот тоже для шипер для текущего прототип ничем особо не закончится дальше мы не двинулись мы решили что мы просто технически не сможем реализовать нам не хватит программистов потому что он будет достаточно сложный мы из всей карты мира в смысле реальной карты реального мира генерировали гексагонами вот такую стилизованную карту и мы думали что люди будут в реальном времени там строить какие-то штуки захватывать города двигать юнитов глобальная геолокационная стратегия вид с одной стороны вот вот так вот прямо и все ты можешь только двигать вправо влево вверх вниз так вот в этом прототипе не было большинстве не то что задней стороны моделей в это здесь нету света вот в этой карте света нету цвет нарисован то есть он буквально вертексами нарисован сейчас я переключусь на цвет вертексов хочу смотрите вот то есть у меня сейчас стоит обратите внимание вертекс флэт здесь вообще все нарисовано даже направление света нарисовано потому что если вы точно знаете с какой стороны будет камер и как она будет выглядеть это такая большая радость какая большая свобода что я вам завидую если вы работаете над таким проектом задняя сторона моделей вот могу показать домик вот вот так вот это выглядит это сзади сжечь а вот фонтально и смотришь создается иллюзия объема создается иллюзия того что это вообще сцена как-то освещено поэтому нет конечно если я без играл спасибо да вот то есть если вы точно знаете с какой стороны будет это круто не тратитесь на время можно третьего дня вот опять же в мемосик постили мем с гомером который впереди стоит такой весь подтянутый прекрасная сзади поможет я найду слушайте дайте мне секундочку я найду это там я спустил свою сильно выше стать надо да слушайте столько каналов так хорошо разросся разве мимо не в развлечениях чуть ниже секундочку выше 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 вот 6.1 а вот . точно точно ну или тут же наверно так много всего потому что сейчас я промотаю на секундочку мне кажется это было не так давно не всяком случае так кажется то есть ваша сторона работы которую не увидит игрок она вообще не должна вас рисовать хитрить и и делайте просто быстро не отсушите столько наплудили что я наверно сейчас не найду и есть у меня такая работа сейчас я ее покажу на своей страничке в вконтакте она по моему я постил сейчас вот вот это вот у нее вот она выглядит как человек на самом деле на самом деле нет то есть я просто делал фронтальную камеру и примитивами создавал иллюзию того что там руки плечи живот то есть сзади эта модель выглядит как просто нагромождение его поэтому нет не тратьте на это время хитрите делайте максимально просто спасибо по моему для этого есть отдельное название типа читерс типа 4 или же как эти шпоры то есть по факту ты используешь один способ для получения одного и того же разные способы для получения одного и того же результата да то есть особенно в геймдиве ты можешь по факту сделать все по пайплайну как надо то есть взять по строго вываренного которые все используют большую часть точнее это взять там сделать хайп ольку потом лоу польку потом запечь развертку запечь это все покрасить и так далее так далее так далее а можно вот как я делаю сразу сделать всего польку потом хайп ольку или же как ты используешь сразу поле да да все так особенно особенно да особенно в геймдиве это максимально распространено с испокон веку все из-за того что сроки разработки всегда сжаты приходится хитрить приходится делать вид того что что-то работает что на самом деле не работает эти знаменитые фоллаутовские метрошные вагоны которые на самом деле шапка на человеке просто человек скрыт под землей поэтому ты не знаешь что вагон метро который едет по рельсам на самом деле это человек и это его шапка просто потому что надо чтобы это было быстро быстро работала особо некогда поэтому да конечно хитрить можно ну или те же самые лифты которые на самом деле никуда не едут а мир спускается да то есть это все время приходится делать и вот особенно для для беседжа постоянно мне приходится тоже хитрить что-то чисто для вида того что это работает на самом самом низу мемов самом низу мимо да да спасибо да вот вот так выглядит сзади эта модель то есть значение естественно это не имеет если нужен был рендер один фронтальный вот он получился няшно милашный штаны зачем я сделал штаны одного тона с задником это для меня сейчас загадка но это было несколько лет назад сейчас бы я так не сделал но вот да сзади моделька выглядит именно так боже это что-то чем-то никто же не знает правильно и вы никому не расскажете а если расскажите вам все равно никто не поверит никто не поверит поэтому да можно можно и нужно хитрить делать контент так быстро как как можете ну что что-то что-нибудь еще тогда перетрем или на неделе еще раз а вот у меня появился просит насчет эффектов вы их делаете верно но ты и делаешь да я делаю эффект это мое самое слабое место я это отчетливо понимаю я делаю очень и системы партии пропадает на секундочку пропал а то есть нодами я их практически не делаю я делаю простенькие партиклы что-то еще просто чтобы был визуальный фидбэк то есть почти всегда в игре важен визуальный фидбэк если произошел выстрел если прошел урон если враг пырнул ножом героя нужен фидбэк нужно чтобы игрок по ту сторону экрана понял что это произошло его красота это замечательно но чаще всего просто в мобилках нужно чтобы это было видно экран маленькие эффекты маленькие там особо не разгуляешься это не моя специальность про эффекты я очень мало знаю рассказать особо не смогу но я их делаю делаю но не знаю как вот примерно понятно но я хотел спросить еще того что где делаешь именно прям в юнити прям сам времени а понятно просто многие делают эффекты в разных движках других тоже но это неважно я хотел спросить насколько вот это сложно было вот вникнуть в это вот насколько это надо вникать чтобы работать с с такими моделями насколько сколько нужно знать для того чтобы работать просто в этой индустрии достаточно просто по факту знать моделирование все что с ним связано или же надо знать экспорт как это ляжет на движок как какие там эффекты анимации и так далее или же просто хватит одного моделирования когда я начинал я думал что это не работа что в движке модели должны и работать благодаря программистам они художнику это не так в большинстве случаев художник должен сам быть ответственен за то как что работает какой там будет шейдер какой будет накинут материал и как заставить все это работать и как еще может быть что-то схитрить и что-то сделать чтобы оно выглядело лучше чем на самом деле когда я только начинал мне перепала работа потенциальная которую я не получил потому что я вот собственно уже были готовы со мной сотрудничать и спросили типа в unity это ты все это вставишь я говорю только подождите это же работа программистов мне мягко объяснили что я не прав и что естественно вы должны это знать то есть базово unity я бы сказал что ну или любой другой движок все движки одинаковые по свою по своей сути стоит знать да я настоятельно рекомендую чтобы вы могли вставить модель в проект и чтобы она выглядела так же как в блендере или лучше это это полезные простые знания которые можно получить типа за неделю то есть там ничего сложного правда прекрасно ну то есть эту информацию можно легко достать и научиться этому то есть это несложно и так далее понятно спасибо получается ну у меня по крайней мере все я хотел бы еще увидеть как ты моделишь на самом деле мне все ровно в какой стилистике от мягкой или более грубой меня обе они привлекают да обе они очень интересны вот через неделю будет верно еще один нет не через неделю будет на неделе он за анонсами следите в новостях понял хорошо еще хотел спросить насчет того как ты рисуешь так далее я понимаю что минимализм мать всего но используешь ли ты альфа кисточки мой плане пригодились я думаю что опять же вот есть у меня одна особенность вот просто я смотрю на эту пушку и вижу что можно много чего сделать то что там выглядит это с помощью альфа кисточек по факту наверняка наверняка и и мы когда на стиме обсуждали эту модель и я показывал substance кстати на стриме мне тут же ребята говорят подожди так можно же вот это а можно вот так а можно сюда это моя личная особенность я не смотрю тутеры никогда я не смотрел ни тутеров по блендеру нет рутеров по substance я открыл substance начал ковыряться и начал рисовать интересно правильно я никому не рекомендую так делать верни к это неправильно это то как я делаю поэтому да я просто я вот сейчас смотрю на альфа кисточек и ты мне говоришь нет никогда не использовал такой что он нарисован обычной круглой кисточкой квадратной еще здесь квадратная вот тут круглая все больше ничего тут нету просто я вижу вот этот болтик на котором по линии и вот спокойно я понял да но типа можно было упростить и сделать его с помощью альфа кисточки типа это четверку тоже альфа кисточкой спокойно это тоже круглую кисточку нарисовал четверку а потом по маске вот кое-что в ней удалил чтобы она как трафаретная была есть это вот и абсолютно а я думал это геометрия то есть объем я тоже сделал кисточкой взял а это просто снизу нарисовал хитро хитро я думал это геометрия на самом деле здесь точно также вот это тоже видишь то есть просто темным цветом так сделал сделал и и все я не говорю что это правильно нет это красиво выглядит на самом деле красиво уверенная модель и я вот ты меня смог обмануть честно говоря уже несколько раз да я думал тоже что это геометрия честно говоря думал что ну окей даже если геометрия то альфа кисточка но когда ты сказал что это альфа кисточки тут не использовались я подумал геометрии после того как ты сказал что и геометрии здесь нет я такой что это начал приближать и я увидел довольно таки интересно выполнена модель на самом деле очень я бы я бы так и не сделал бы наверное но это опыт это опыт это реально видно опыт ну спасибо спасибо за огромный фидбэк в этом плане да то есть из-за этого на будущих стримах кто присоединяется не удивляйтесь если я могу не знать какой-то такой вот прям вот очень базовой вещи что например в сабстансе можно было делать градиент снизу доверху то есть вот здесь темнее вот здесь светлее типа в два клика я об этом понятия не имел я запек карту из блендера и импортнул в сабстанс то есть через такое анальное отверстие что сложнее даже не придумать но я просто не знал что так можно мне ребята показали классно сэкономлю 5 минут следующий раз то есть ну как то так поэтому если увидите у меня какие-то такие ошибки вы пожалуйста не стесняйтесь включайте микрофон и говорите а вот тут можно было попроще сделать я буду всегда это люблю новую информацию вот третьего дня человеку помогал смехом постарался помочь оказалось в блендере и и можно выбрать похожие объекты по материалу потом еще каким-то разным фактором понятия об этом не имел никогда с этим не сталкиваться вот ну-ка shift а смотрите как классно материал хоп и выбрались все с этим же материалом кайф понятия об этом не имел поэтому да так бывает вот насчет блендера и изучение его на сколько там процентов один раз одного человека в своей жизни видео который использовал блендер не то чтобы на сто процентов хотя бы на 80 я просто был в шоке он сделал за пять минут то чтобы я сделал за пять дней ну да да ну то есть большинство своим да чем глубже вы погружаетесь в софт это не только качество работы меняется но еще естественно меняется скорость скорость это да это тоже важно на следующий наверное недели опять же я думаю что вот можем еще поговорить про анимацию можем поделать какие-то простенькие штуки я бы не могу показать выделен отдельный стрим до поэтому давайте тогда в следующий раз сделаем какую-нибудь модельку а потом можем ее сразу и заанимировать даже в проект вставить проект запустился да то есть я бы мог прямо показать полный пайплайн что я делаю на работе за что мне платят деньги может быть это кому-нибудь из новичков бы помогло собственно вот наш проект над которым мы сейчас работаем сервер интересно работают выходные посмотрим ну-ка прогрузится да то есть вот такая у нас очень казуальная графика мы тоже используем геолокацию то есть мы всю карту мира во всем мире мы превращаем в игровую карту то есть это вот где я живу это мои дороги это это моя локация и мы по этой карте перемещаемся и можно там что-нибудь воевать собирает вот буквально в конце недели закончил вот этих вот няшных ребят скелетиков самых замоделил самых очень простенько быстренько заанимировал чтобы они ходили стреляли и били моего героя то есть мы можем все это попробовать все это сделать и посмотреть как это все устроено на следующей неделе ну что будем закругляться на сегодня если у кого есть финальные какие-либо вопросы пожалуйста задавайте стрима будет завершаться ну хорошо хорошо всем тогда спасибо что пришли алекс джонни хочет спросить один слушаем слушаем телефона поэтому неудобно вопрос такой по поводу то что реализм в поле это правда что очень критично если допустим пройстаточно есть как алау поле работы так и под реализм стилистику инстагу просто говорят то что нужно двигаться только в одном направлении то есть либо если реализм только реализмеистые лоу поле то портфолио дело только в лоу-поле потому чтоragut of all ними очень любят это портфолио разное отчасти солидарин отчасти опять же я думаю что если прям вообще граничная совершенно вещи в портфолио то есть с одной стороны у вас бугай да то есть AAA pipeline, и все вам очень нравится у себя, например, вот у Арага работы, он кричи делает, я вижу, что человек прет от этого. Шипы, клыки, там все такая жуть, кровь, кишки и вообще. Человеку это нравится. И, наверное, он бы смог делать стилизацию, если бы захотел, да, у нас на проекте, потому что это проще. Естественно, модельки проще. Он бы на тарел, неделя, две, три, начал но я буду всегда знать, что это не то, от чего его прет. Что он это делает просто, ну, потому что надо. А хорошие модели и все, что угодно другое визуально, получается, когда вам нравится то, что вы делаете. Это важный аспект работы. Поэтому, да, я бы сказал, что это важно, чтобы я посмотрел на портфолио, когда мы нанимаем человека и понял, что это то, что ему нравится. Или я бы спросил, я бы на собеседовании так и спросил, вот есть такая работа, а вот есть такая. А что тебе нравится-то? От чего тебя прет? Это важно. Ну, еще никто не запрещает просто сделать второй портфель и запихивать во второй портфель. Да, да, можно. Можно. Или можно высылать, естественно, работы мануально, там, PDF-кой какой-нибудь или чем-то вроде того. Или, например, на станции сейчас можно паковать работы в какие-то, типа, как проекты, что ли. Куда вы сбиваете проекты в одной стилистике или в одной тематике. Здесь у меня анимации, да, здесь у меня то, здесь у меня все. И вот высылать ссылку именно на коллекцию. Поэтому это не красный флаг, но это дополнительный вопрос на собеседование. Это точно. Вот. Хорошо. Тогда будем закругляться. Всем спасибо, кто пришел. Пожалуйста, приходите. На самом деле, кому будет интересно, будет больше, меньше триндежа, я так понимаю, и больше образовательского применения. И, если что, пингуйте. Я стараюсь людям по мере своих возможностей, то, что я знаю, то, что, какой у меня есть опыт, я стараюсь помогать. Поэтому не стесняйтесь, если что писать. Спасибо. Давайте. Пока-пока. Все. Все.